Ну а мы встречаем первую гостью в нашем праздничном эфире. Это тоже очень очаровательная женщина. Будем разговаривать с ней о том, как работать с женщинами рядом с мужчинами в большом мужском коллективе. Это Елена Курамшина, депутат городского совета Красноярска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Елена, у меня первый вопрос к вам. Вот традиционно считается, что депутатская деятельность это вот такая мужская деятельность. Согласны ли вы с этим? Либо все-таки нет? Ну, наверное, если бы я не находилась там, я бы была согласна. А так я не согласна. Потому что, наверное, сегодня настолько все интегрировано, мир вообще другой, открытый. И те профессии, наверное, вот, как мы считаем, истинно мужские или женские, но я не вижу между ними никаких различий совершенно. А как вам работается в мужском депутатском коллективе? Может быть, есть какие-то там ущемления или наоборот вам мужчины где-то уступают? Нет, я думаю, что действительно умные, интеллигентные, цивилизованные мужчины в нашем городском совете, это действительно так и есть. Поэтому никаких ущемлений, никаких притеснений, никаких неуважений мы на себе не ощущаем. Работается очень и очень комфортно, конструктивно, потому что мы решаем одно общее дело. Спасибо, чтобы жизнь наших людей в городе Красноярске была намного лучше. Ну, конечно, депутаты для этого и приходят в городской совет. А нужно ли проявлять какие-то вот мужские качества, которых раньше не было, приходится на чем-то настаивать, не знаю. Я бы так, наверное, сказала, что каких-то именно моментов особо, где нужно проявлять какие-то качества, их нет в моей жизни, потому что я стараюсь быть, наверное, таким человеком ответственным, обязательным, дисциплинированным. Ну, это как бы такие, да, скажем, мужские. Это все, что должно быть присуще депутату, в общем, не важно, да, кто мужчина или женщина. Да, поэтому, наверное, самое большое качество для человека, там, независимо, мужчина или женщина, он же депутат, это чувство ответственности. Поэтому я думаю, что я с этим справилась. А вот женские качества приходится проявлять для того, чтобы продавить какие-то решения? Понимаете, как бы вот продавить здесь я бы тоже так не сказала, потому что продавливать что-то там отличное от общего дела, как бы это неправильно, это неконструктивно. Да, наверное, думаю, что женщины все равно скрашивают любой мужской коллектив своей улыбкой, обаянием, доброжелательностью, терпением, поэтому они всегда улыбаются, всегда рады нас видеть. Вот, в начале своего ответа, можно сказать так, вы сказали о том, что на сегодняшний день стерта грань между мужскими и женскими профессиями. Но, может быть, есть все-таки какие-то профессии, которые присущи только женской половине человечества? Ну, например, мужчину в этой профессии увидеть сложно. Вот есть такие профессии, на ваш взгляд? Я бы затруднилась ответить, потому что вот если просто взять те профессии, которые нас окружают, доктора, учителя, водители, так скажем, да, там, общественного транспорта или такси, или, наверное, художники, какие-то творческие профессии. Ну, там везде у нас творческие люди, это также и мужчины, и женщины. Ну, не знаю, ну, не могу сказать. А в городском совете сколько женщин? Десять человек. Десять человек, а мужчин? А мужчин, ну, то есть у нас всего 36, то есть остальные мужчины, ну, добрая третья. Добрая третья. Ну, то есть не так, скажешь, доминирующего? Да, да, нет, 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 доминирующего нет, но все равно и женщины, те, которые там находятся, это те, действительно, люди, которых выбрали наши красноярцы, они действительно достойны своего места быть в городском совете. Давайте я напомню, что у нас в гостях Елена Вячеславовна Курамшина, депутат городского совета города Красноярска. Мы вас поздравляем от лица всего коллектива «Утро» на Енисеи. Вы тоже хотите поздравить? Да, я хочу поздравить наших красноярцев, женщин, милых, чтобы у них в этот день было много цветов, улыбок, внимания. Но еще бы хотелось, чтобы не только в этот день, наверное, весь год у них был праздник 8 марта, каждый день именно со своими добрыми, хорошими, любимыми мужчинами. Спасибо вам огромное. Вы такие яркие, хорошенькие. Доброго вам дня. И я думаю, что сегодня эфир будет у вас такой цветущий весь. Спасибо. Спасибо, Елена, за добрые слова.